Единственный, кто достоин славы и чести, это Бог. Единственный, кто достоин славы, это Бог. И слава Богу, что мы имеем возможность прославить Его имя. Поблагодарить Его. За Его великую милость. Я буквально хочу сказать несколько слов. Чтобы мы потом имели возможность, может быть, правильно помолиться к Богу. Мы церковь, которая принимает Триятиного Бога. Мы принимаем Отца, который на небе. Мы принимаем Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес ради нас. И мы принимаем Святого Духа, которого Бог послал нам, когда Иисус вознесся на небо. И мы принимаем Триятиного Бога и верим в Него. И сегодня день Пятидесятницы. И сегодня день Пятидесятницы. 它 там, когда Иисус вознесся на небе. Значит, Иисус исполнил свою Mission на земле. Он забрал наши грехи. Он намет unsere Schuld. Он умер на кресте. Он starв на крысе. Через три дня Он воскрес. И мы недавно своих праздновали Паса-фест. Мы праздновали, что Иисус Христос воскрес. Воскрес из мертвых. И Библия говорит, что после того, как Иисус воскрес, Он 40 дней являлся учениками. И Библия говорит, что после того, как Иисус воскрес, Он 40 дней являлся учеником. Он с ними встречался. Он даже с ними ел. Он всем показывал, что Он воскрес. И он говорит, что после того, как Иисус воскрес, Он еще раз рассказывал ему о Царстве Небесном. И мы видим, что в Иисус воскрес, что в Иисус воскрес, он рассказывал ему о Царстве Небесном. И когда 40 дней прошло, Иисус собрал с учениками на Иоаннской горе, И Он сказал, что все время Он мне идти к Отцу. И Он на глазах учеников вознесся. И во все время его ученики видели, как Иисус воскрес, Иисус воскресился на Небесном. Иисус сказал ученикам, Иисус сказал ученикам, Вы не переживайте, Я иду к Отцу, Я иду к Отцу, Но я пошлю вам своего Духа, Он будет вас наставлять, Он будет вас учить, Он будет вашим помощником, Он будет напоминать вам все, что я вам говорил и все, что я вас учил. Иисус сказал, Иисус сказал не возможности. Иисус сказал, Он сказал, что они были в Иерусалиме, В одном помещении, И они ждали 10 дней, на 10-й день, на 10-й день, и на 10-й день, Библия говорит, что на них зашел Святой Дух. Значит, 40 дней он после воскрешения был с учениками, плюс 10 дней, пока зашел Дух Святой. 50 дней называется Пятидесятница. Почему называется Пятидесятница? На 50-й день зашел Дух Святой. 50-й день зашел Дух Святой. Деяния апостола, первая глава. Иисус говорит ученикам, 8-й стих. Иисус говорит, что на 10-й день зашел Дух Святой, и вы будете не святители на Иерусалиме, и по всей Евгении, и Самарии, и даже до края Земли. Иисус говорит, что на вас зашел Дух Святой, и вы будете не святители на Иерусалиме, и вы будете не святители на Иерусалиме. Значит, очень важно понимать, что нам с вами, верующим людям, нужна Сила с готовой Духой. Мане Леониды, это значит, что мы не с вами без Дух Святой, и мы с вами без Дух Святой, и его Силу, и его Силу. Если мы с вами хотим исполнить наше призвание, если мы с вами хотим быть свидетелями Иисуса Христа, если мы с вами хотим рассказывать, что Иисус для нас с вами сделал, нам надо принять Силу Святого Духа. Только тогда мы сможем свидетельствовать, что Иисус для нас сделал. Только тогда у нас будет Сила, только тогда у нас будет Желание, только тогда, когда мы перестанем бояться, и тогда у нас появится решительность, и мы будем счастливы и радостны, и мы сможем рассказать людям, которые нам Бог доверит, что Иисус сделал на этой земле для людей. Дорогие ученики, Иисуса Христа были самые обыкновенные люди. Самые обыкновенные нормальные люди, как мы с вами. Кто-то был рыбак, кто-то был доктором, кто-то был финансистом или бухгалтером. У всех этих людей, учеников, были какие-то проблемы. У них были какие-то Слабости, у них были какие-то Характеры, у них были какие-то, может быть, непорядок, характеры, они были самые простые люди. Мы с вами самые простые люди. И мы с вами все нормальные люди могут принять Святого Духа. И Господь говорит, что мы все, все люди могут принять Святого Духа. И Господь говорит, что мы можем принять Святого Духа. Поэтому сегодня, дорогие, мы будем просить Бога, чтобы Бог в очередной раз излил на нас силу Святого Духа. Поэтому, мои любимые, мы будем сегодня darum bitten, чтобы Бог seinen Geist опять к нам опять киснет, чтобы нас просто эфричит, чтобы нас опять mehr Kraft geben. Когда ученики собрались в Иерусалиме и ждали, когда они соберут Святой Духа, они все боялись, они боялись, что их поймали, что их поставят в вверх. Они боялись, что их поймали, что их поставят в тюрьму. Они боялись, что они могут так же распять на крите, как Иисус распяли. Но когда они получили силу святого духа, что только с ними не делали с учениками, камнями убивали нас нет. Их сажали в тюрьмы. Их преследовали. Их били. Их весили головами вниз на кресте. Но слово говорит, что они продолжали эту весть благую разносить по всей земле. Но Господь говорит, что все люди, которые их напоминали, откуда они получили силу? Своей человеческой силой они не смогли бы это сделать. Мы знаем сами себя. Каждый знает сам себя. Бывает моменты, когда маленькая трудность, и все, нет настроения. Нас кто-то обидел. Нам с нами никто не поздоровался. Мало денег. Нет работы. Все это приводит человек к стрессу. Все это приводит человек к стрессу. Где брат Силы служить Богу и людям? И где мы получили силу, чтобы служить Богу и людям? Где брат Силы улыбаться? Где брат Силы улыбаться? Хорошо, вы voulez пом used. Все это приводит Ученики к стрессу. Está где бы это было служить Богу и моё извиниlle. Я правила от верующих людей. что они 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 все они они такие они вот такие из-за моего шанфон фенкл объем в курсе на петля грант асси я я не заслужил не буду видеть а венгинс а венгинга венгинга венгинс антикс служители кто-то больше слушать, у кого-то хватает только на месяц настроение слушать, кому-то хватает вообще на пару дней, но если Бог даст нам силу Святого Духа, что бы у нас в жизни не происходило, мы всегда сможем вести благое Вести о Иисусе Христе, мы с вами обыкновенные люди, мы сможем это с вами делать, дорогие церковь, не то, что вы не приходите и не приходите сидели. Иисус сказал, что мы с вами призваны нести благое Вести, не рассказывайте, какие мы с вами хорошие, и не рассказывайте, как мы с вами уже мы с вами уже сделали. Мы должны больше рассказать, что Иисус для нас делает. Мы должны больше рассказать, что Иисус для нас делает. Больше рассказать. Вот это делали ученики. Но они имели силу Духа Святого. Но они имели силу Духа Святого. И сегодня 50-летний день. Я все равно верю, что Бог нас с вами любит и хочет нам помочь. И Он знает, что нам нужна Сила Святого Духа. Но есть ли у нас с вами желание? Многие знают, что Дух Святой на земле сейчас с нами. Многие давно прочитали в Библии, для чего Дух Святой был послан на землю Богом. Многие уже не прочитали в Библии, для чего Бог написал в Библии. Вы знаете, что в Библии в Библии здесь написано, что в Библии там, но все равно нет. И в Библии в Библии пишло в Библии, и это был поток, slightlyomin outer в Библии, и они сказали, что не долго люди будут пренебрежать светлым Духам. И Бог сказал, что не долго нет. А Библии, что не долго нет. Многие еще будут не долго больше моего Духа святого Духа святого Духа. Но еще не долго будет. знает, о чем он послал, и даже не хочет ничего знать, или просить, или вообще получать силу. Лябер есть такое. Есть этот состояние. Но мы с вами другие. Но мы с вами другие. Мы хотим получить силу, правда? Многие сюда приехали за несколько сотен километров. И я не хочу никого перетенуть в нашу церковь. Я рад, что если мы разъедем с вами по своим местам, то, где живет. И эта сила, которую мы сегодня примем, будет дальше служить людям и Богу. Бог, Отец, будет радоваться. Гот, dein Vater, будет фрёный sein. Иисус будет радоваться. Иисус будет sich freuen. И Дух Святой поймет, что он не зря на этой земле. И der Heilige Geist будет wissen, dass er nicht umsonst da ist. Что кто-то его просит и ищет. И кому-то нужна его еще сила. И ông, что люди зачто waiting для своих сил. Поэтому нам надо сегодня поклоняться и молиться. И справа, мои дороги, я знаю, что у нас есть у меня проблемы. Но давайте Wir сегодняbud мы bypassим не за нашей проблемы. Но бы расслабraz uns недо Agora Conversonsу видно. И allocащемся примен berers감을 пом настоящему. И database нам за него помогает Я так хочу, чтобы я не уставал. Я так хочу, чтобы у меня было настроение всегда. Я так хочу, чтобы исполнить волю Отца Небесного. Я так хочу знать, что мне делать завтра через Бог. И если нас будет вести Дух Святой по этой жизни помогать, нам будет легче с вами. И если нам будет легче. Дух Святой наш Помощник. Он наш Утешитель. Он знает, как наши слезы утереть. Он знает, где нам надо проявить свои способности. Он знает, что своими силами мы не справимся. Он знает, что мы не справимся с этим. Поэтому мы будем все вместе просить. Сами просите. Пастор за нас помолится. Но Бог хочет, чтобы мы с нами попросили. Скажите Богу, что вы хотите исполнить его волю. Скажите Богу, что я так хочу, чтобы когда мне попросил, ты сказал, Водил в мое царство. Сын мой, дочь моя. И Бог хочет, чтобы мы с вами поднялись. И Бог хочет, чтобы мы поднялись. Скажите, как в те времена, когда Бог издевал от Учеников, чтобы сейчас Бог так будет. Я не знаю, увидим ли мы эти вот огоньки, которые ученики увидим на каждом, когда тут святое произошло. Я не знаю, может быть здесь голубы сейчас полетят, белые. Я не знаю, как это будет. Но я хочу, чтобы вы вместе свои молитвы в Бог. Пусть пойдет на наш сегодня Сила Святого Бога. Пусть зайдет. Пусть нас Бог помилует. Пусть он нам поможет. Дорогие, мы все нуждаем сегодня. Это поможет нам быть настоящими верующими людьми. Эта же силу вас может исцелить, освободить, вести, направить. И наполнит нас радостью. Мы будем поклоняться. И молитесь Богу. И мы бить ее. И бить ему. И бить для себя. И каждый может себя. Аминь. Мы будем говорить. Мы будем поклоняться. Отец, мой Миссия. Мы д kisses тебя за твою благостью. Благодарим Тебе, потому что мы можем Тебе молиться. Господи, мы понимаем, какой сегодня праздник. Мы благодарим Тебя за то, что уже столько много времени Дух Святой с нами на земле. Господь, Ты знаешь, какие мы есть. Ты знаешь, что мы обыкновенные люди. У нас есть слабости, трудности. Но мы понимаем, что это внутри, что мы должны исполнить Тебю Волью. И ты видишь, что нам трудно. Нам бывает трудно служить. Нам бывает трудно любить. Нам бывает трудно прощать. У нас мало радости в жизни. Но мы прочитали в Библии. Но мы обещали, что ты обещаешь, извлечь силу Святого Духа на тех, кто ожидает, и кто примет Иисуса Христа свой Свят, свой Спаситель. Хэр, ты осеяв? Да. Прости нас, помоги нам, и помоги нам, и слезай на нас силу святого духа. Господи, мы ожидаем, и мы будем поклоняться тебе настоящему Богу, Великому и всемогущему, который все может, который нас любит, который нас защищает и помогает, который приготовил нам уже место на небесах, но мы еще должны исполнить здесь на земле эту работу для тебя, Иисус, и нам нужна силу святого духа, и слезай на нас силу святого духа, и слезай на нас силу святого духа, а мы будем тебе сейчас молиться и поклоняться тебе, и будем тебе верить, что ты верный Бог, и ты дашь нам больше, чем люди просят, и ты больше, чем ты просишь, и ты всегда будем вам больше, чем люди попроси, и ты должен быть неприятно. И ты должен исполняться, и благой всем Богу, наш Бог, Ватер, Сын, и Господь, и Господь, и Господь мы предложим? Аминь! Мы ждем, что watts, мы ждем, что пусть тебя, голубь! Субтитры создавал DimaTorzok